Всем привет! Сегодня у нас будет история подписчицы. Давайте я ее зачитаю, ее обсудим, дадим свои комментарии. Я и вы в комментариях напишите что-то, что думаете. Смотрю ваше видео в ютюбе, так как тоже влипло в турецкие отношения. Возможно, моя история для вас не новая. Хочу поделиться и узнать взгляд со стороны, так как я немного во всем этом запуталась. Мы встречаемся, в кавычках встречаемся, три года, банальные отношения на расстоянии. Раз в три месяца приблизительно встречаемся лично и чаще на каких-то курортах. А так, переписываемся, сценарий такой, переписываемся и иногда встречаемся. Он мне называет своей женой, спрашивает, когда я приеду в Стамбул, оформить отношения и жить вместе. Он живет в Стамбуле с мамой, ему 40 лет, свой бизнес небольшой и авто. С родителями и родственниками за все это время не познакомил, спрашиваю, почему. Отвечает, когда я решу выйти замуж и переехать, то тогда. Ко мне домой тоже не приезжал официально, предложения не делал. С моим сыном познакомился, но пока общего языка они не нашли. Для нас троих в прошлом году организовал поездку по побережью Турции. Хочу сказать, что если он что-то организует, то делает это идеально, шикарно, билеты покупает, отели лучшие, очень щедро. Меня покорил царским отношением и заботой. Сейчас мы поссорились. Он увидел, что какой-то турок лайкнул мои фотки в фейсбуке, устроил скандал, хотя меня из своего фейсбука удалил еще в начале отношений. Я спросила, почему. Он ответил, что бой фейсбука, а потом он не хочет, чтобы были турецкие, всякие турецкие люди добавлялись ко мне в друзья. И у него такая странность. Он ненавидит турецких людей. Фейсбуку я значения не придаю, это всего лишь социальная сеть, но удалил так удалил, хотя сам освеживает мою страницу. С его мамой, как он мне говорит, непростые отношения. С его слов она не работает, не имеет друзей, хобби, личной жизни. И все время проводит или с ним, или с ним и на работе, и дома, и помешан на чистоте и уборке. Из ваших видео я поняла, что фанатичная уборка для них это норма. Он мне всегда говорит, что она не на негативе вечно, и не хочет быть счастливой вечно. Она обижается, перспективы такой, кроме меня, уже пугает. В общем, он от этого впадает в депрессию, начинает много кушать. Набирает вес, он полноватый, себя ненавидит, комплексует из-за полноты. Проблема с нервами меня тоже немного пугает. А его мама говорит, что он толстый, похож на отца, а не в разводе и прочее. Мать делает, кстати, сразу скажу, забегая вперед, перенос на сына, ненавидела своего мужа и сына. Сейчас мы пробовали помириться, но он сказал, что пока я полностью не прочитаю Коран, он со мной разговаривать не будет. Когда прочитаю, поговорим. Какой-то бред, я, честно, религию менять не собираю. А он мне твердит, что спасение только в исламе, он хочет мне добра, и только так я попаду в рай. Вроде бы современная семья, ну хотя с которой я не знакома. Хочу сказать, что я в общем-то спокойная, но если чувствую несправедливость, необоснованные какие-то обвинения, могу быть очень вспыльчивой, и чтобы отойти, мне надо время. Еще такая странность, мы в основном переписываемся, и иногда это просто доброе утро, спокойной ночи, и так может продолжаться долго. Иногда ловлю себя на мысли, что нам даже поговорить не о чем. Звонит он мне редко, только по вечерам с работы, из дома никуда, спрашиваю, почему он то плохой интернет, то не может маму беспокоить. За три года я его мало что допытывала, может это моя ошибка, как-то доверяла, раз он так сказал, значит так и есть. Но так как-то спросила, почему он сказал, что его телефонный номер больше не поддерживает вайбер, а в ватсапе работает. Так он сказал, что я устроила целое детективное расследование, что я ему не доверяю, и что у меня паранойя или шизофрения, и мне надо помощь психолога, и вообще лечиться надо. Также он, кстати, говорит про свою маму, что я чрезвычайно подозрительная, и может это восточный менталитет, резкая такая реакция. Но хотя сам, если что, волнует, готов докопаться с допросом, выносом мозга, и часто я даже боюсь что-то спрашивать, не знаю, как последует реакция. Он говорит, что хочет жениться, и только я торможу процесс, что я должна сказать, когда приеду в Стамбул, чтобы оформить отношения, жить вместе. Но как мне объяснять человеку, что я не могу ехать в неизвестность, я даже не знаю, как он по всей дневной жизни, это даже не оговаривается, где жить, на какие средства и прочее. А он мне этого не объясняет. Говорит, поженимся, будем жить на съемной квартире, у них две квартиры, непонятно, зачем тогда снимать, будешь учить турецкий язык и вместе заниматься его бизнесом. Вроде перспектива неплохая, но для меня недостаточно информации. Спрашиваю поподробнее, а начинает злиться и не отвечает. А мне надо все бросить? Моему сыну 16 лет, скоро учиться в университете будет, спросить, он готов помогать с учебой материально, даже боюсь. И как там разговаривали, я сказала, что учеба это дорого, он отреагирует, пусть сам пробивает себе дорогу. И так меня винит, что он хочет жениться, а я не хочу. У меня много сомнений и страхов по поводу жизни в Стамбуле. Как-то в одном видео вы сказали, что ваш муж дал вам полную уверенность в том, чтобы переехать, а у меня такого нет. Он мне даже говорит, что готов переехать ко мне, чтобы мы жили вместе. Но что он здесь будет делать? Мужа бездельника я не потерплю. Я готова бы строить с ним семью. Я к нему привыкла, люблю, но с другой стороны сомнения не дают покоя. Или я действительно слишком подозрительная и пускаю свой шанс на счастье, потому что так долго тянуться просто не может. И срабатывает интуиция, или я запуталась. Может я ошибаюсь, но мужчина, который в состоянии организовать путешествие под ключ, я его немного выучила. Если он чего-то хочет, может быть настойчивым, сразу покупает билеты, бронирует. А тут с таким важным вопросом, как создание семьи, никакой конкретики не звучит. Вообще он много хорошего для меня сделал. Внимание, любовь, подарки, забота. А я в своей жизни такого отношения никогда не встречала. Я ему очень благодарна за это. Это как попасть в сказку. У турецких мужчин это не всегда или только на стадии ухаживания. Вообще отношения на расстоянии это мазохизм какой-то. Это иллюзия отношений. У нас уже пошел четвертый год. Спасибо за внимание. История, наверное, банальна. Если со своей стороны взглянете на ситуацию, подскажете, как быть, буду благодарна. В конце письма, кстати, вы написали конкретно причину, почему вы все ждете. И вы с ним, я вам даже зачитаю. Он много хорошего для меня сделал. Внимание, любовь, подарки, забота. Я в своей жизни такого отношения никогда не встречала. Все. Вот этот последний абзац, в общем, я как будто попала в сказку. Этим объясняется все. Это мой личный совет, как вот Гали, как девушки, просто здесь живущие, да, психологи не могут давать советы. Я вам скажу, что ничего, это просто там куча всего. Это странная семейка, в которую вам влазить нельзя. Это ваша интуиция. Вы просто как невротик. Ой, невротик. Вы наступаете на горло своей интуиции, здравому смыслу и подаете своему неврозу. Ваш невроз. Вам недостаточно было любви, внимания от папы, от мужчин в вашем молодом более возрасте. У вас, видимо, неприятный какой-то брак. Как раз вы одна сына воспитываете, то есть у вас с мужем что-то было не очень. То есть для вас важно внимание, забота, любовь, как попасть в сказку. Для вас это просто сказка, когда на вас хорошо тратятся финансовые средства какие-то. Для вас это проявление любви. Вот вы поддались этим вначале отношения ощущениям, а потом начало вылезать все. Там столько фактов, даже долго перечислять будет, что вас не устраивает. Он непостоянный какой. Вообще, первое, муть-круть по поводу фейсбуков, вайберов. Он вас обманывает, я уверена, он вступает в переписку, общается в интернете с другими женщинами. Не факт, что он с ними встречается в реальной жизни, перевозит их, и там тоже иностранки какие-то с ними тусуются, гуляют. Просто может что-то по интернету тянет для повышения своей самооценки, какой-то контакт есть. Просто так бы он этого не делал. Фейсбук, почему он вас удалил, очень просто. Он не хочет, что у него какие-то бабы есть в фейсбуке. Возможно, у него турчанки, либо иностранки тоже, чтобы вы там просто не мелькали. Вот так скажу, какие-то интрижки, сто процентов. Вот у меня чуйка, это есть за его спиной. Может быть, сейчас он этого не делает, но вначале это было. Далее. У него очень плохие отношения с мамой. Мама в разводе. Мама, я вот отметила, не любила своего мужа, перенос делает на сына, сына тоже своего не любит. Вот это не любит к маме. И они еще вот так вот по турецким канонам и традициям, они два невротика страшных, которые еще вместе держатся. Вам вообще там делать нечего. Вы будете. И третий лишний. Сын там вам нафиг ваш не нужен. Вот честно. Поэтому у него нет с ним контактов. Поэтому на него наплевать. Он сказал, пусть он сам себя пробивает дорогу. Вам уже дали понять, что у вашей сложившейся, в кавычках, в будущем семейной ячейки, вашему сыну места не будет. Вам надо будет выбирать между новым мужем и вашим сыном. И он будет за то, чтобы вы сына своего отодвинули. И будет говориться, что он уже взрослый вырос, давай вали, мать. То есть это, его мать не любит. И он будет настаивать на том, чтобы вы свою любовь давали только ему, как эгоисту. И сына своего отодвинули, и вы его с ним не контактировали, вы его тоже не любили. Это огромная будет проблема. Вообще, короче, просто в принципе, говорю, будущего с ним не надо. У вас одни минусы. Непонятная семейка, где с мамой будут конфликты, непонятно, где жить. Скорее всего, он просто, знаете, почему он не говорит? Чтобы вас не отпугнуть, он приведет вас к своей маме, будете жить втроем. Он всю жизнь будет слепленный со своей мамочкой. Ему 40 лет, он живет с мамой. Блин, тут вообще ни о чем дальше разговаривать не надо. Понимаете, это уже все диагноз для меня лично. Он приведет к своей маме. Это он вам так обещает съемную квартиру для красивых фраз. На самом деле будете жить все втроем вместе. Дома будет мама-хозяйка, которая круглые сутки дома, невротичка какая-то там истеричка, вечно негативная, в какой-то депрессии, он тоже ненормальный. Это просто парочка психовская. Вот извините, пожалуйста, это ярлыки, это не диагнозы, это такие общие выражения. Я думаю, у них проблемы однозначны. Поэтому они вдвоем и хорошо спелись, хотя друг друга при этом ненавидят. Им вообще бы, в общем-в общем, туда лучше не влазить. Вы будете там лишние. Либо над вами будут морально издеваться. Вообще нафиг в вашем возрасте, вы уже не маленького, сын есть. Самодостаточное, насколько я вижу, вам туда лезть не надо. Дальше. Минусы. Он, скорее всего, обманывает с какими-то женщинами, походу общается, что не выяснено, но не догадки такие есть. Почему вообще вот это вот он вроде бы где-то надо, где ответственно? Короче, он занял удобную позицию. На самом деле он жениться не хочет. У него просто пришло время, с него спрашивают социум, общество, и как-то страх смерти прикрыть свою задницу, чтобы в старости, возможно, у него были дети, какой-то ему просто нужен удобный вариант женщины, которая не вякала, поэтому, возможно, он ищет себе иностранку, которая будет здесь в стране бесправная. И он вам это показывает вот этими наставлениями про Коран. Это просто издевательство. Это совершенно странная семейка. Вот опять повторюсь, в 50-й раз вам тут лучше не влазить. И вот это такое тестирование вас в плане Корана. Вот это настолько бред он несет. Как вы отреагируете? Это просто тест на прогибание, на ваше согласие, на все прочее. Вас тестируют. Не нафиг не нужен ему этот Коран, скорее всего. Вот это все, он не набожный настолько. Он просто тестирует, насколько вас можно прогнуть под себя. Это изначально вы... Короче, вами овладевает желание. Вот эта иллюзия того, что мне вот все подарили, мне красиво там за мной ухаживали, мне внимание, забота была. А сейчас вы пишете, нам поговорить не о чем. Привет, пока, до свидания. Мы редко созваниваемся с видео. Общаться даже не о чем. Вот ваша суть. Это не ваш человек, вам общаться не о чем с ним. Да, было вначале симпатично, хорошо, вы на это повелись. У вас тикает время, вам хочется замуж. Может, вы хотите еще детей родить, скорее всего. Да, у вас и биологические часы к этому подходят. Надо запрыгнуть в последний-то вагончик, уже скоро там, уже будет поздно. Ему как бы 40 лет. Вас вот это движет. Но это не тот человек, не тот случай. Вам в памяти остались его красивые ухаживания, но это красивое ухаживание по факту вы сейчас имеете. Сына, сросшегося с матью, которые друг друга ненавидят, но в силу своих неврозов живут вместе. Это ненормально. Никакой определенности, ничего в будущем. Вы будете с ними вместе жить, вас будут они вдвоем ктюкать и гнобить. Не принимать вашего ребенка. На него места там нет. Вот он с вами никуда не едет, он своей жизнью будет жить. Пацан, все, до свидания. Помощь, ничего, сейчас забудьте про это. И вы своему сыну не сможете помогать, скорее всего. Даже если у вас будет на удаленке работа, у вас карьера там есть или бизнес, что-то такое. Не даст он вам денег даже на вашего сына. Про мальчика свой вообще забудьте. Будет у вас война еще за любовь к вашему сыну. У вас еще и ревновать будут и запрещать вам вот это вот просто. Сразу говорю, выбор будет стоять между ним и сыном. Он не потерпит. Он эгоист, он очень странный человек. И следующее, что самое страшное. Вас будут гнобить, угнетать, издеваться, вас прогибать. Уже это пытается, вот эта посылочка про Коран, вот этот бред вообще. Так что ваши мысли правильные. Это ваша интуиция и здравый смысл. Но у вас есть невроз. Проблема в том, что вы ведетесь на его красивые, сказочные ухаживания, которые вообще были в начале, сейчас этого даже нет. Вы все еще теплите надежду. Вы вот в этой ауре еще. У вас еще пыль вот эта вся не стряхнулась. Я не потерплю мужа тунеядца. Вот это вот все вы писали. Самодостаточное. Но вас просто недолюбили. Недолюбили мужчина. Недодарили подарков. Вот этого внимания, заботы настоящие. Вам вот этого не хватает. Вы на это вначале в отношениях повелись. Но сейчас у вас это не обещается вам в будущем. У вас все только хуже будет. Я вас просто предупреждаю. Выводы делаете правильные. Вообще во всей этой ужасной ситуации вот эти вот огромные было сообщения. Там стоящее сообщение. Есть что разобрать. Но я вам как самое главное скажу. Вот если вы в это все-таки... Ну, я думаю, вы в это не пойдете просто. У вас, да, здравый смысл. Вы сейчас меня послушаете. Вы не зря сомневаетесь. Я вам так скажу. Во всей этой страшной истории вы можете, самое главное, потерять своего сына. И так как он эгоист. С психическими проблемами в плане там мамы своей нелюбви. Их развода с отцом. Мать его тюкает, что ты такой же как отец. Он будет просто ненавидеть вашего сына. Запрещать вам с ним общаться. Никогда копейки на него не будет. Вы... У вас даже сейчас это намеки есть. Вы мне даже в письме это написали. Я даже сейчас это вижу. Это вам уже сейчас дают выбор. Сына своего оставляй. Сам пробивается. Его институт. А ты ко мне едь. Неизвестно куда. Ни во что вам это вообще нафиг надо. И ваш сын это ваша кровинушка. Которая будет с вами до конца ваших дней. Он не заслужил мальчик того, чтобы вы его предали. Он еще не самостоятельный. Ему нет 18 лет, чтобы идти в свободное плавание. Быть мужиком себе. Пробиваться, зарабатывать. Институт и все прочее. Уж будьте добры. Вы несете ответственность перед ним и перед государством до 18 лет. Так что просто это ваше желание выйти замуж. У вас определенная проблема есть на эту тему. Ваша недолюбленность. Если я вам честно скажу, есть денежка и время, сходите к психологу, поболтайте на эту тему. Просто в себе разберитесь в причинах, почему вы так себя ведете, почему так вам нужен мужчина, пожалуйста. И вы просто, так как человек волевой и с нормальной самооценкой, вы примете верное решение. Вам просто надо разобраться немножко в себе. Я вам говорю, вот просто не лезьте, это не ваш человек вообще. Это очень трудный человек. Это вообще никому не посоветовать с такого замуж выходить. Какой вообще замуж? Не надо. Это он произвел впечатление мужика, который решает, хорошо все обставляет, отдых под ключ. Впечатление произвел, а по факту действия-то у него другие. На них тогда обращайте внимание. Плюс еще он мутный, непонятно, что там в фейсбуке, его в вайберах. Вообще повод задуматься. Так что мне как бы прискорбно какое-то негативное такое заключение делать, не обнадеживать у вас чем-то. Но я вам скажу позитивное, вы должны держаться своего сына сейчас. Это ваше будущее, это ваша кровиночка на этом свете. Это тот человек, который вам должен в старости при хорошем воспитании и вашем контакте принести вам стакан воды, понимаете? Даже если вы одна будете, без мужика замуж не выйдете. Это ваше будущее. А вы сейчас можете его отодвинуть, кинуть, предать самое ужасное, с ним расстаться, если вы выберете такого вот мужика, непонятно какого, бесперспективного по сути. У него все плохо, вообще кошмар. У него все, плохому танцуру всегда что-то мешает. Это его случай конкретно. Так что лучше, знаете, найти какого-то, например, рядом с собой в вашем городе, в вашей стране, не такого богатого, но не такого мутного просто, который будет нормально к пацану вашему относиться, нейтрально, и не запрещать вам с ним общаться, не запрещать на него тратить свои деньги. Понимаете, когда сходятся у кого есть дети, взрослые, это же огромная проблема, взрослые люди в возрасте от 40 и больше. У каждого, например, свой бэкграунд, свои дети остались после разводов. Такое сходится, да? А потом идет в семье дележка прибыли общего котла и бойня. Кому как помог, сколько денег потратил, на институт, на еще что-то. Вот это вот все начинается. И поэтому вам надо найти мужика, который к этому будет нормально, нейтрально относиться, но не негативно. Это тоже дал задаточек вам на будущее, что дорогая, пусть сам мальчик-то лапками в воде барахтается и не утонет таким образом. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев тоже. Кто что подскажет, девушке очень сложная, интересная история. Я надеюсь, вы примете правильное решение. Если что, обращайтесь скоро. Увидимся всем пока.